Всем привет, дорогие мои друзья, с вами, как всегда, я, ZeroTool, и сегодня мы продолжим наше прохождение сюжета игры под названием Genshin Impact. Всем, ребятушки, здравствуйте, приятного просмотра. Мы продолжаем, кажется, 64-ю серию нашего сюжетного забежика. Видео будет сегодня не очень длинное, в принципе, оно и всегда минут на 40-45. Просто иногда я засиживаюсь. Ну и потихонечку-потихонечку возвращаемся туда, куда мы должны вернуться, туда, где мы были. А можно прям вот так вот сразу? Ой, можно. Значит, наш сюжетный квестик ведет к... К... Расспросу местных жителей Сумеру. Вот и побежали туда. Вот и побежали туда, и сразу сходу начнем это делать. Единственное, что мы сделаем перед этим, это проверим, может быть, у нас есть немножечко примогемчиков для круточек, но и не факт. Но и не факт. А ну-ка. Не факт. Так, здравствуй, дорогая Дэхья. Пойдемте, ребятки. Отрядик только поменяем. Отрядик только поменяем перед всем этим делом, а то сейчас начнется. А то сейчас все начнется. Так, ну вот вроде бы и окей. Не поменяем. Все, погнали. Итак, мы пытаемся понять, что происходит вообще в Сумеру и как оно, чего, кого, где, почему, зачем. Эх, как не кстати. Нет никого из моих знакомых. Хочешь сказать, ты тут никого не знаешь? Дэхья. Ха-ха, как удачно. Ты тоже зашла выйти, да? Заки, как здорово, что ты здесь, мой старый друг. А, что случилось? Эти господа с тобой на озенце, что ли? Здорово. О, привет, привет. Меня зовут Заки, в общем, мы с Дэхьо и, как бы сказать, с Абутыльники. Ах ты ж, парнишку охомутала наша Дэхья. Ха-ха-ха-ха, мы столько раз выпивали вместе. Конечно же, мы старые друзья. Что-то моих друзей, они не так уж и плохи, правда? Редко встречаются такие дружелюбные и скромные чужеземцы. Да, куда приятнее, ребят, к той стороной стены Самиэль. Итак, Дэхья, ты чё, кого-то ищешь? Ты в последнее время не встречал? Энгура, Доловара и Джабари. А, видел, пару дней назад мы здесь вместе выпивали. У меня намечается сделка по покупке специй с представителями из другой страны. И я хотел обратиться к Доловару и ребятам за помощью. Не знаешь, где их можно найти? Вот это да. Ты такая добрая, узнала, что дела Доловара в последнее время не очень, и пришла протянуть руку к помощи. Потише, эту сделку не стоит афишировать. Мы все вертимся в караван ребате, почему бы не подзаработать вместе? Доловара и его ребятки крепкие парни, сгодятся, чтобы сопровождать товары. Ха-ха-ха, а все церемонишься, да их я. Доловар и мой друг тоже. По какому хорошему случаю я, конечно, отведу тебя к нему. Следуй-ка за мной. А мы его обманули, да, получается? Направляйте в то место, о котором говорил Заки. Ага, а о каком месте он говорил? Я, Дыкова, извиняюсь, но... А, ну просто пешочком прогуляться. Так, чё, по записи запись идет? Все хорошо, все хорошо, все хорошо. О, сумерскую розу. Подхватим по дороге. Я так понимаю, мы наконец-то откроем этот злосчастный кусок карты, который закрыт для всех и вся, да? Вот здесь вот какой-то кусочек карты. Вот этот. Или нет? Или мы идем куда-то вообще не туда? В общем, пока что, короче, непонятно. Мы пришли. А, да, то-то самое место. Но тут так пусто, что они здесь забыли. Попробуй угадать. Конечно же, подстригает паз дойных коров. Ах ты злодей. Это ты зря. О, нет, это засада! Заки, что ты творишь? О, я зря стараюсь. Дех, я думаю, что мне не передали твои слова, которые ты говорил в деревне Ару. Мы пристально следили за вами с первой же секунды, как они вошли в деревню. Я не только знаю, что вы разыскиваете доловару, но также прекрасно знаю, что вы сговорились с людьми из Академии и хотите расследовать исчезновение безумных ученых. Кажется, за нами следили с самого начала. Как так можно? Пайман так и знал, что нельзя оставлять Сайна в деревне. Вы оставили самого могущественного человека в деревне, правда? Прекрати отговариваться с делками. Думаешь, ты самая умная? Ха. То есть ты с Долуаром заодно? Хе-хе, это их я. Ты наемник, и твое дело работать где-нибудь подальше. Совершенно естественно, что ты владеешь ложными сведениями. Мы завсегда, ты таверн, больше сплоченные, чем ты думаешь. Однако в одном ты была права. Мы не сводим глаз в беспорядку в Сумиру, потому что мы с нетерпением ждем, когда же пустынники свергнуты к Академию. Если я не ошибаюсь, в Доловаре он ни за что не упустит эту возможность. Действительно, если бы не твои слова в деревне Ару, то на основе твоих суждений о стене Самиэль я бы поверил, что ты наш союзник. Доловар, Энгур, вы тоже здесь? Капец, у него такой суровый голос, а вышел какой-то пацан. Давно не виделись, подруга-наемца. Ты должна знать, что мы последовательницы царя Дишрета. Больше всего ненавидим предателей. Да их я, мне казалось, что уж ты-то сможешь понять преимущество царя над Дендроархонтом. Кто мог знать, что ты недостойно присоединиться к нам. А что? Хорошего в том, что присоединиться к вам. Стать радикалом, похищающим невинных ученых. И все из-за беспочвенных слухов. Я вроде ничего не упустил. Ну-хо, как и ожидалось, от наемника нет веры. Вас могут расшевелить только деньги. Как жаль, вы словно крысы. Ты прав. Наемники действительно признают только деньги. Наниматель, мой единственный оплод веры. Пока это выгодно, кто угодно может быть моим другом. Да вы ли был там, не избавьтесь от них. Ой, ну все, ребятки. На-ха, какие думала, путешественник. Ну-ка, давай-ка начнем. Икузе. Табите, икузе. Ой, как они калякают громко. Ну, сейчас мы с вами подбеседуем. Два. Три. Шахнуть. Ю-ху. Это невозможно. Ты, ты, ты. Ну, как такое может быть вообще? Ты все еще думаешь, что хорошо осведомлен? А, Заки. Как ты там говорил? Ты наемник, и твое дело работать где-нибудь подальше. Совершенно естественно, что ты владеешь ложными сведениями. Подозреваю, что твой осведомитель также говорил, что я новичок, о котором и упоминать не стоит, так ведь? Потому что это были мои слова. Конечно, ты в это поверил. Вы в таверне знали лишь, что я наемник, но вы никогда не видели, как именно я работаю. Даже когда мы разобрались с монстрами, вы думали, что это заслуга Кандаки, а остальные были бесславным приложением к ней. Какая там пламенная грива, лишь видимость, чтобы обмануть людей. Она сама признала, что ей удается добить зверя, добиться доверия только с помощью личных связей. Ты ведь именно так думал, не правда ли? Ты знала. Ты знала, что в деревне у нас есть сообщники, и специально распустила эти слухи. Ага, ты был достаточно глуп, чтобы в это поверить, Заки. Когда мы раньше выпивали вместе, мне всегда казалось, что вы, считающие себя самыми умными, больше всего заслуживаете сочувствия. Дыхья замахивается ногой, и Заки теряет сознание. Нормально, уделала его. Нормально. Так, отлично, здесь все. О, Дыхья, неужели ты начала к этому готовиться еще в деревне Ару? А разве можно закончить работу, не подготовившись как следует? Просто я заметила двух крайне подозрительных личностей, пока вы занимались расследованием. Но ты не стала останавливать их, а наоборот позволила им донести на тебя. Эти доносчики были всего лишь пособниками преступления. Чтобы найти истинного зачинщика, пришлось повозиться. Поэтому имена, которые ты назвала... А, ты о тех странных именах, которые были названы в деревенском старости? Пайман уже почти их не помнит. Что-то вроде «Круглоглазый мясник, рябой бандит». Это все предние и ставерны. Они, как выпьют, сразу же начинают хвастаться, называя себя «Энгур, круглоглазый мясник» и «Деловар, рябой бандит». Когда выпьют, люди начинают выбалтывать, что у них на уме. А «Энгур» и «Деловар» говорят только о царе Дишрич. А «Заки»? Глупец, который сам попался в ловушку. Можно сказать, «Заки» спрятался лучше других. Я планировал сначала разыскать «Деловара», а уже потом его. А кто такой бородатый «Ятаган»? Когда мы были у дома, в деревенского староста, ты хотел спросить именно это? Джабари – один из жителей деревни, которых вы посетили. Тот самый, который хотел пригласить Исаака и его дедушку на обед. Так он один из радикалов? Нет. Мне просто нужно было назвать одно ложное имя, чтобы они подумали, что я говорю наугад. Да их я, ты такая ловкая! Неудивительно, что ты отличный наемник! Ха-ха-ха, ты меня переоцениваешь. Это был просто небольшой трюк, и все. То есть, то, что ты сказал ранее, было правдой? Что именно? Что наемники признают только деньги, и пока это выгодно, кто угодно может быть им другом. Это так сильно вас задел? А мне кажется, ты не такой человек. Точно? Ты бы поступил так и без заказчика? Да их я, ты так же, как и остальные жители пустыни, ненавидишь Дендра Архонта, да? А вы проницательны. На самом деле, я не так уж и ненавижу Дендра Архонта. От Дуньярзада я слышал много хорошего, о малой властительнице Кусанале. Я понимаю ее набожность и чувство благодарности. Дуньярзада по большей части обычный человек. Божество не стало бы вмешиваться в жизни простых людей, если бы в его сердце не было сострадать. Более того, последние события заставили меня осознать, что это все выдумали мудрецы Академии, радикалы слепой вере, что Дендра Архонт враг царя Дишрета, но и это всего лишь обман. Я еще в трезвом уме, и потому не могу, как и они, обратить свое копье против того, кто не совершил никакого преступления. Дэхия! Хорошо, здесь мы закончили. Путешественник, окажи еще одну услугу. Давай свяжем этих парней и вернем их в деревню. Преступники все здесь, остальное поручаю тебе. Хорошо, пожалуйста, дождитесь от меня новостей. Кандаки! Тебе нужна наша помощь! У Кандаки все будет отлично, не сомневайтесь в ней. Она круглый год защищает деревню Ару. Никто не допросит преступников лучше нее. Ай, пока допрос не окончен, вы можете прогуляться. Путешественник, завтра утром встречаемся здесь. Хорошо. Что же касается этих мерзавцев, надеюсь, они дотянут до завтра. Ха! Однако, дождитесь утра следующего дня. Оу май! А сколько нам тут дают, кстати, прямогемчиков? Сейчас раз и двадцать дадут. Ой, а так и есть. Погоди. Значит ли это? Что нам хватает? Не хватает десять! Ну и ладно. Ну и ладно. Ну и ладно. Что, с шести утра следующего дня, да? Шесть ноль шесть. Тик-так, тик-так, тик-так. Тик-так. Да их я, вот и мы! Вы вовремя. Уже есть какие-то результаты? Думаю, скоро появятся. Паймон, все хотелось спросить. Дыхья, ты, кажется, очень хорошо понимаешь Кандакию. Вы что, давно дружите? Мы знакомы достаточно долгое время. Она очень интересный человек, сильна в битвах, но даже обладая такой силой, никогда не станет ей злоупотреблять. Паймон знает, Паймон знает ли Юэ в таких случаях, говорят, что она обладает военной доблестью. Да, действительно можно так сказать. Я думаю, что только человек с твердым убеждением может так сосредоточиться на своем долге, как это делает она. Совсем не похоже на нас, наемников, проводящих жизнь весьма сумбурно. Но Паймон уверен, что ты тоже очень хорошая. Ну, правда? Спасибо тебе. Сайна здесь, ты пришел рано. Да. Вчера тоже приходил, помог немного. Они что, вдвоем там мутузили, что ли? Скандаки. Помог? О чем же ты? Делился методами проведения допроса. Ахахаха, я же говорю, я же говорю. Ам, то есть ты учил Кандаки, как надо допрашивать людей? Верно. Прошу, заходите. Давай войдем. Кандаки, мы... Ой, ты выглядишь рассерженной. А, мне не удалось это скрыть. О нет, такой маски, которая могла бы скрыть настоящую жажду крови. Прикрой глаза, и она все равно проявится в уголках твоего рта. Кажется, мне не хватает выдержки. Однако, это вполне нормально, что я злюсь всем присутствующим. Это понятно? Понятно, понятно. Пожалуйста, не бейте, нас больше мы так больше не протянем. Паймон, кажется, что Сайна прекрасный учитель. Отмутузили тут трех каких-то лоликов. Кандаки овладела его мастерством. Сами вы боитесь смерти, но жизнь других, без сомнений, подвергаете опасности. Это просто смешно. Безумные ученые, как вы их называете, в деревне известны как хранители. Они часть деревни Ару, а некоторые люди даже считают их членами семьи. Вы явились в мою деревню и обращаетесь с моими людьми, как будто они всего лишь средства достижения ваших целей. Ну и скажите, как же я должна обращаться с вами? Ой, отпустите нас, отпустите! О, вы получили по заслугам. Будучи жителями пустыни, я лучше вас понимаю одну простую истину. Если царь Дишрет вернется к жизни, это принесет только войну, а война никому не принесет добра. Мы те, кто живет здесь, не заботимся о том, кто там божество и кто всем повелевает. Пусть нам приходится нелегко, но мы хотим сохранить нашу нынешнюю жизнь. Война заберет у людей все, что они имеют. Вы не можете взять на себя такую ответственность. А вы правы, простите, простите, простите! В качестве искупления расскажу все, что знаю. Пожалуйста, отпустите нас! Говори. Даже если ты там не поверишь, я всего равно должен это сказать. Мы не сами додумались до такой. В таверне был один тип, который распускал слухи. И он сообщил нам, что царь Дишрета может воскреснуть. Этот таинственный человек говорил, что безумные ученые необходимые жертвы для воскрешения царя Дишрета. Стоит забрать их жизни, и наше желание станет явным. Называй их хранителями деревни. Еще раз назовешь их безумными, пожалеешь об этом. А, верно, верно. Этот таинственный человек сказал, что мы должны распространять новости о возрождении царя Дишрета, что будет нужна наша помощь. А в качестве возрождения говорил он, что мы сможем помочь ускорить его воскрешение. Где сейчас хранители деревни? Я не знаю. Один. А, что это значит? Считай количество раз, когда ты испытываешь наше терпение. Когда я досчитаю до трех, я от тебя избавлюсь. У-у-у! Воу-воу! Полегче! Поменьше пафоса. А, подождите, я не вру, я правда не знаю. Два. Он заставлял нас выманивать их из дома с помощью благовония. Мы выводили их из деревни и доводили до перекрестка, а там таинственный человек забирал их. Это я правда, клянусь, все, что я рассказал чистое. Правда, поверьте мне, если не верите, то спросите у них. Это правда, путешественник. Продолжай. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе, такой ты мальчик просто. Ты можешь предположить, кто этот таинственный человек? Пожалуйста, поверьте мне, если бы я только знал, кто он, он бы уже назвал бы и вам его имя, я ни за что не стал бы это скрывать. Ты человек, вечно был закутан... Тот человек вечно был закутан в плащ, надежно скрывающий его лицо. Он говорил, что он посланник самого царя Дешрета. О, господа, у меня есть предложение. Дядя Анпу, ты хочешь сказать? Ой. Братаки. Ловко. Говори. Я подумал, что этот таинственный человек может быть из Академии. Люди из Академии и прежде пытались увезти хранителей, но я отказывал им, сказав, что хранители неотлемлемая часть деревни. И сейчас я подумал, что их цель совпадает с целью таинственного человека. Тогда очень даже может быть, что Академия специально распространила ложные слухи, чтобы обманом заставить радикалов передать хранителей в их руки. Странно. Они ведь сами сослали их в деревню, а теперь хотят вернуть. Мы этого не допустим. Опять это Академия. Слухи о возвращении царя Дешрета распускают Академию. Вот как. Но зачем же они забрали хранителей деревни? Академия всегда относилась к людям как к инструментам. Такая перемена может быть связана с тем, что кто-то нашел им новое применение. Как бы там ни было, сейчас важнее всего разыскать, вернуть хранителей. Да, Исаак все еще ждет вести о дедушке. Пора идти. Давайте покинем деревню и выследим их. Да, собирайтесь, мы выдвигаемся. Без проблем. Кандаки, останься и разберись с этими радикалами. Остальное предоставь нам. Хорошо. Что же, тогда скоро встретимся здесь. Хух, раунд, ребятки. Ай да проверка для моих голосовых связок. Так, и что, куда, кого? Покиньте дом деревенского старост. Так, примагемов дали? Нет. Не дали. Что, по времени? По времени еще есть немножко. Годстенк. Аль-Хайтан. Вот сначала мы поедим, а потом как... Ой! Ты, ты, откуда ты тут здесь взялся? Как вы можете видеть, я просто сижу здесь и делаю кое-какие умозаключения. Тебя так долго не было, и вдруг ты решил пораскинуть мозгами? Слишком чудно. О, где ты был до этого? Эй, ты чего молчишь? Такое чувство, как будто ты ни секунды не думаешь, прежде чем задать вопрос. Я просто даю тебе время. Ты, ты разозлил Паймон до смерти. Паймон придумал тебе какое-нибудь неприятное прозвище. Как пожелаешь, я не стану тебя останавливать. А, ладно, ничего в голову не лезет. Тебе нет ничего примечательного, поэтому трудно что-то подобрать. Ладно. Никто не говорил о том, чтобы я куда-то уезжал. А значит, конечно, я проводил расследование в деревне. Вернемся к делу. Вы собираетесь покинуть деревню Ару и продолжить поиск истины? Я прав? Да, мы ничего не узнаем, если останемся здесь. Мы должны сами со всем разобраться. Но почему ты снова молчишь? Снова даешь нам время подумать? Нет. Просто я удивился, что у вас есть еще один попутчик. Альхайтан, от тебя не было никакой пользы с того самого мгновения, как ты появился в деревне Ару. А теперь ты еще и осмелился подвергать сомнениям наши действия. Это правда. Точно! Только и знаю, что насмешничать! Пока вы были заняты расследованием, я закончил свою работу. Правда? А вот Паймон не верит! Откровенно говоря, мы с вами не команда, и я не обязан отчитываться перед вами за свои действия. Кроме того, прелесть раздельной работы вот в чем я смог найти важную зацепку, которую вы, например, упустили из виду. А? Здесь? В деревне? Да. Что именно ты нашел? Чуть позднее я отведу вас к одному человеку, однако сначала нам нужно будет уяснить его точку зрения. Точку зрения? Как ты думаешь, как жители деревни относятся к тому, что мы сейчас делаем? Или иными словами, ты веришь во все, что нам сказали местные жители? Ты хочешь сказать, что нас обманывают? Скрывать не значит обманывать, и у этих людей есть свои причины. Как и говорил о Кандаке, людям, живущих в церевне Аару, в деревне Аару нет никакого дела до того, кто контролирует все в Сумеру. Царь Дишред отлично, Дендер Архон тоже неплохо, для них это уже не важно. А вот за свои проблемы люди переживают постоянно, поэтому они не могут выложить все на чистоту, и это та самая причина, по которой вы посчитали, что в деревне нет зацепок. То есть зацепку у кого-то из тех, кого мы уже видели? Рад, что ты до этого додумался. Среди тех людей, с которыми ты разговаривал, есть некто, посвященный в тайну, но скрывающий информацию. На самом деле она пристально следит за каждым вашим действием чужеземца. Потому что для человека, который просто хочет спокойно жить своей жизнью, любая внешняя причина является неизвестной переменой. Ого, а какая решительность во взгляде! Ты похож на человека, который не боится кулаки в ход пустить. Не уходя от темы. Не нужно быть гением, чтобы понять, что ее страшит статус и грубая сила Сайна. Ой, точно, я говорила о безумных ученых. Это намеренная оговорка. Она знает, что в деревне есть пособники царя Дишвета, и если выказать излишнюю расположенность к хранителям деревни, то легко превратиться в мишень для радикалов. В прошлый раз я видел их 3-5 дней назад. Ложусь спать я очень рано, поэтому не знаю, что творится ночью. Ты помнишь? Она намеренно подчеркнула, что не видела, что происходило ночью. Нравятся мне все же эти ребята. Хоть они и совершенно не в себе, все равно умудрались мне помогать. Без них мой дом бы уже давно развалился на части. Я сверялся со старостой. Тот случай, о котором она упомянула. Хранители спасли деревню Ару. Произошел глубокую ночь, и это доказывает, что госпожа не спала в это время. Но почему же она соврала? Если связаться с посторонними, то можно навлечь на себя неприятности. Что же до того, почему она так переживает об этом? Почему бы тебе не поговорить с ней напрямую? Подожди, я не подойду. Судя по твоим словам, она очень боится меня. Что ж, тогда оставляю это на тебя. Предоставь это нам! А ну-ка. Куда? Куда? Чё, выше 30 метров? А, вот сюда. Госпожа Шани, как мы и договаривались, я привел помощника. Господин Альхайтан, я уже поняла вашу позицию, но правда ли ваш друг разделяет ваши взгляды? А? Что это значит? Мы должны выразить какую-то позицию? Ты можешь задать вопрос напрямую и получить ответ, который хочешь услышать? Давай, заслужи ее доверие. Говоришь так, как будто бы это легко. Могу я звать тебя путешественником? Да, здравствуй, Шани. Здравствуйте, путешественник. Я бы хотела задать тебе один вопрос. Как ты думаешь, возрождение царя Дишлета правда сможет изменить Сумеру к лучшему? Нет. Почему? Потому что разразится война. Ты говоришь почти так же, как госпожа Кандакия. Я знаю, что вы друзья. Это еще одна из причин, почему, несмотря на то, что у меня свое мнение, я захотела поговорить с тобой. Раньше я бы не осмелилась спросить такое. Путешественник, ты думаешь, наша жизнь Сумеру может стать лучше? Не могу это гарантировать, но я делаю для этого все, что в моих силах. Точно! Хотя мы пришли издалека, и вполне ожидаемо, что ты нам не веришь. Нас трудно назвать жителями какой-либо страны. Но пусть и так мы встречали столько людей и столько раз сражались за то, во что верим. В Сумеру тоже живут наши друзья, и мы хотим им помочь. Паймен думает, что именно поэтому мы здесь. Я хочу вам верить. Мне очень жаль, что я как будто устроил вам допрос. По правде говоря, я не ожидала, что вы придете ко мне, чтобы разузнать новости. Я ужасно испугалась. Аль-Хайтам говорил, что у тебя какие-то трудности, мы все понимаем, тебе не за что извиняться. Не буду скрывать от вас, на самом деле я полукровка. Во мне есть не только кровь жителей пустыни, таким, как я, не рады нигде в Сумеру. Некоторые предпочитают Дендрархонта, другие царя Дишрета. Но я не отношусь ни к одной из этих фракций, поэтому и там, и там я чужая. Раз уж речь зашла об этом, то радикалы тоже упоминали, что больше всего ненавидят предателей. Пайман не знает, читается ли предательством смешения крови. Да, в некоторых случаях происхождение и верование весьма узкие понятия. Что бы я ни сказала или ни сделала, этому будут придавать другое значение. Постепенно я стала такой, ничего не говорила и притворяла, что ничего не слышу и не вижу. Я довольствовалась тем, что могу спокойно жить. А затем произошел несчастный случай. Хранители деревни, которые когда-то помогли мне, вдруг таинственные исчезли, а я не могла решиться рассказать об этом кому бы то ни было до сегодняшнего дня. Им ты можешь рассказать, поверь, путешественник сохранит твой секрет. Хорошо, тогда я расскажу вам то, о чем рассказал господин Альхайтаму. На самом деле, мой слух острее, чем у обычного человека, поэтому изредка я слышал странный плач в ночи. Что? Призрак! Может быть, я не знаю. Это был едва различимый плач. Он доносился откуда-то издалека, наполненный сильным чувством. Раньше плач раздавался чаще и был более отчетливым, но с того дня, как вы пришли в деревню, он стал немного тише и звучал реже. Мне приходится затачиваться изо всех сил, чтобы различить его. По этому поводу могу сказать, что я разговаривал с ночными сторожами деревни. Среди них есть один с очень чутким слухом, и он подтвердил, что тоже слышал подобные звуки. Но мы в пустыне, и он бы больше склонен считать, что это вой диких зверей, а не плач призрака. Откуда звук? Поблизости нет ничего такого, о чем стоило бы упомянуть. Разве только одна больница недалеко от деревни? Кажется, когда-то в этой больнице лечили Элеазар, но она уже давно заброшена. Мы должны туда сходить. Отлично, выступаем прямо сейчас! Отправились в больницу для лечения Элеазара. Ребятки, ну что, мы сейчас отправляемся в эту больничку, и это будет финалочка, потому что вот так вот. Потому что времечко не ждет, ребятушки. Потому что у Зератульчика еще куча дел. Надеюсь, там в больничке мы сможем выйти из квеста. Быстро. Ситуация. Мы на месте, все такое заброшенное и старое, и везде песок. Здесь монстр, берегись! Так, приближается. Здесь подкрепление. А ну-ка. У-у-у-у! Здравствуйте! Ай! А-а-а! А, получилось проще, чем Файман думала. А что ты уже успела себе навоображать? Ну, очень-очень ловко у разбойника или же силача, упавшего с неба, который больше, чем дом. Что-то вроде того. А он очень старательный, мы не можем проиграть ему. Это оно. Что именно? Опа! Открылась дверца. Входите. Вы внимательно следуйте заброшенную больницу. Эй, Альхайтам, здесь ничего нет. Ты уверен, что мы не впустую? Пришли сюда. Не переживайте, Шанни говорил, что слышал плач только ночью. Подождем немного. А пока... Я отдохну. И он с полной уверенностью тут расселся. Еще и читать начал. Что ты читаешь? Дай, Файман, посмотреть. Хорошо. Так, 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 так. Естественное положение, противоположность вынужденному движению, естественно... А? Положение, всестремление, каждая вещь может лишь естественно... Что это такое? Ну как, тебе все ясно. Файман сдается, наслаждайся чтением. Пока. Этот парень такой беззаботный, в таком-то месте читает такую непонятную книгу. Может, тебе тоже следует тянуться к знаниям? Да какой тебе от этого толк, когда ты успел превратиться в злюку, заставляющую всех учиться? Ты получишь много знаний, разбогатейшься и будешь содержать меня. Эй, что ты такое говоришь? Разве это не Пайман должна быть у тебя на содержании? Я и так тебя содержу. Ой, точно, ладно. Тогда спасибо тебе, что ты так старательно работаешь и зарабатываешь нам деньги. Если бы не ты, может быть, Пайман до сих пор бы плавала бы где-нибудь. Ладненько, спасибо тебе. Не за что. Пайман хочет спать. Что это за звук? Началось. Звук раздается оттуда. Это здесь источник звука, но здесь пусто. Внизу. А? Но вниз никак не попасть. Кажется, не все так просто с обстановочкой-то здесь. Да эй, выпустите меня из кат-сцены. Видос пора заканчивать. Как и ожидалось, есть скрытое помещение. Такое впечатление, как будто в больнице спрятана еще одна больница. Кажется, мы не разблокировали еще один механизм. Продолжим поиски. Вот. И на этой прекрасной ноте мы с вами и закончим, дорогие мои друзьяшки. Потому что время у стримера поджимается. Так, а ну-ка вот так сейчас сделаем. Вот так. Хороший скриншотик. Все, ребятушки, на этой прекрасной ноте мы с вами заканчиваем. Обязательно ставьте ваши лайки, пишите свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал, на группу ВК, сообщество Баттл, найти сервискорд, оформляйте спонсорку, чекайте мой Телеграм. Удачи вам в играх и не только. И хорошего вам наступающего Нового Года. Всем пока-пока.